Ютуб удалил два канала, принадлежавшие московскому пропагандону Соловьиному помету. С другой стороны, это малозначительное событие, но тем не менее. Если Россию обрежут от интернета совершенно, это не будет иметь значения. Но все-таки, я думаю, ее не обрежут абсолютно, а Ютуб до сих пор вещает на территорию России. И знаете, когда исчезает такой мощный рупор, который лил дезинформацию в течение очень долгого времени, и посмотрите на россиян, они же как зомби тупорылые ходят, и разве что не хрюкают после прослушивания Соловьева, потом Киселева, потом вот этих вот, господи, Симонян, ну это же вообще кошмар, Скоробеева. Это просто люди, понимаете, сливные бачки, которые, их слушать невозможно, я вообще не понимаю, кто их может слушать, и кем надо быть, чтобы воспринимать информацию, которую гонят эти, так сказать, персонажи, серьезно. Это ужас, честно говоря. Но, видимо, население на России настолько, скажем так, не развито, что вот это все проходит. И, черт этого знает, знаете ли, может, если действительно отключать вот эти каналы, то некоторые будут приходить чувствую, хотя они все равно, они же будут вытрещаться в телевизор, а там льются те же самые помои. Я вам скажу по опыту с Украины, у нас было вот несколько телеканалов, принадлежащих Куму Путина, Мертвячуку. Так вот, когда их отключили, вы знаете, большое количество бабушек, не прослушав вот это вот дерьмо, которое с них лилось, поумнели. Поэтому, черт его знает, может, вот поотключают вот эти вот каналы Соловьеву, там, и прочим, и прочим персонажам, и кто знает. Может, кто-то поумнеет, а может, кто-то не станет откажется своего ребенка, мужа и так далее, слать в Украину на войну. Кто его знает. Однозначно позитивная новость.